Приветствую на канале MAF. В этой инструкции я покажу, как перевести рубли в USDC или USDC. Это такая криптовалюта, стоимость которой привязана к доллару США. Еще ее называют stablecoin, потому что USDC всегда стоит 1$. Единственное отличие такого криптодоллара от реального в том, что хранится он не на банковском счету или карте, а на криптокошельке. Поэтому его часто используют в странах, где покупка иностранной валюты ограничена. Самый простой и универсальный способ получить USDC – купить его в peer-to-peer обменнике. Я буду пользоваться битзлата, а точнее их телеграм-ботом bzbanker. Ссылка есть в описании. Итак, чтобы запустить бота, нужно нажать кнопку старт. Либо написать старт вручную после слэша, как это сделал я. Мне предлагают посмотреть короткое видео с инструкцией. Я уже все знаю, поэтому нажимаю «Продолжить». Для начала нужно выбрать валюту, за которую я буду покупать ее с USDC. Я планирую покупать за рубли, поэтому выбираю руб. Далее можно пройти обучение. Если вы первый раз пользуетесь подобным ботом, то это будет полезно. Я его пропущу и покажу все сам. Бот написал, как пройти верификацию. Для новых пользователей это будет обязательно. Так как bzbanker работает с разными криптовалютами, из них нужно выбрать именно стейблкоины доллара. Для этого в главном меню нажимаю на настройки. Бот прислал несколько кнопок, из них нажимаю на криптовалюта. Открылся выбор криптовалюты. Здесь есть три стейблкоина доллара, USDT, USDC и DAI. Я покажу процесс покупки на примере USDC. Нужная криптовалюта выбрана и теперь можно перейти к поиску объявления. Нажимаю на кнопку «Обмен USDC RUB». Сейчас я буду выбирать человека, с которым могу совершить нужную мне сделку. А бот просто выступит как гарант этой сделки. Нажимаю кнопку «Купить». Бот прислал меню выбора способа оплаты. На каждой кнопке написан способ. Например, банковский перевод или подарочные карты. Затем средний курс USDC к рублю и в скупках количество объявлений. Чтобы оплатить покупку при помощи банковской карты, нажимаю на банковский перевод. В следующем подразделе показаны более конкретные способы. Сейчас есть только объявления с карты на карту, но иногда еще уточняют название банка. Удобно, что в сообщениях от бота всегда указывают актуальный курс по данным сайта Bittrex. По отношению к нему можно сравнивать предложения продавцов. Я нажал на «С карты на карту» и теперь вижу эту одну заявку. Пользователь с ником Euro023 может продать мне USDC на сумму от 3 до 162 тысяч рублей по курсу 118. Это на 13 рублей выше, чем биржевой курс, но так как комиссии за такие сделки нет, то это вполне выгодно. Бот прислал все данные о пользователе. Я вижу, что у него верифицированы документы, рейтинг 35 тысяч, 13 тысяч положительных отзывов и всего 58 отрицательных. Кажется, такому пользователю можно доверять. Если бы большинство отзывов были отрицательными, а документы не верифицированы, я бы скорее всего поискал другого продавца. О том, как безопасно торговать в перту перообменнике, на нашем сайте есть статья. В ней описаны полезные советы, которые помогут торговать криптовалютой и быть спокойным. Ссылка в описании. Одно из самых важных правил – нужно всегда внимательно считать условия торговли. Они описаны здесь же ниже самим продавцом. В моем случае продавец только предупреждает, что ни в коем случае нельзя переводить по номеру телефона, так как к нему не привязана карта. Часто еще другие продавцы могут просить указывать комментарий к платежу или имя владельца карты. Если меня такие условия устраивают, то нажимаю «Начать сделку». Если нет, то стоит поискать другие объявления. В моем случае, когда их совсем мало, стоило бы выбрать другой стейблкоин – USDT или DAI. В описании видео вы сможете найти материалы и о них. Теперь нужно написать сумму покупки – либо просто цифры в рублях, либо в USDC, дописав название этого стейблкоина. Я пишу «8000» и отправляю сообщение боту. Бот пишет, сколько USDC я получу, сколько рублей заплачу и по какому курсу пройдет сделка. Нужно все проверить и нажать «Да». Теперь запрос на сделку отправлен продавцу. В течение 10 минут он должен на него откликнуться. Если этого не произойдет, сделка автоматически отменится. Нужно просто подождать ответа. Если у вас новый аккаунт без верификации, рейтинга и отзывов, то некоторые продавцы, возможно, не будут вам доверять. Отказы – нормальная ситуация, но если пройти верификацию, это заметно упростит процесс. Мне пришло сообщение с реквизитами, по которым нужно перевести сумму в рублях. А следом за ним и личное сообщение от продавца. Он здесь пишет дополнительную информацию. В моем случае просит переводить точную сумму, иначе платеж не пройдет. Если бы мне было что-то непонятно, я бы мог об этом написать продавцу, нажав кнопку «Отправить сообщение». Теперь нужно в приложении своего банка перевести 8000 рублей на указанный номер. Сделка автоматически отменится через 30 минут, поэтому лучше сделать это сразу. Я все сделал, и теперь нажимаю кнопку «Я заплатил». Бот просит подтвердить оплату. Нажимаю «Да». Продавец оповещен. Теперь нужно ждать подтверждения. Если по каким-то причинам продавец не подтверждает, то через 40 минут можно начать спор. Тогда подключится сотрудник поддержки и разберется в ситуации. Все. Мне пришло сообщение о том, что я получил USDC. Значит продавец подтвердил получение средств и отправил мне монеты. С помощью Emozi я могу оценить эту сделку. Мне все понравилось, поэтому ставлю класс. Появилось сообщение с балансом. Сейчас у меня 67 USDC. Я могу пользоваться этими стейблкоинами как угодно. Оставить и храниться здесь. Вывести на внешний кошелек. Продать, когда курс будет более выгодный. Или например отправить другому пользователю битзлата без комиссии. О чем из этого вы бы хотели узнать из следующих инструкций напишите в комментариях. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. До скорого!